Привет, друзья! Сегодня я для вас снимаю видео, которое я хочу снять уже очень давно. С тех пор, как я увидела на канале у Emily Noil 83 видео про топ-5 помад из серии My Lip Color But Better, я подумала, что отличной идеей было бы снять видео про помады вот именно этой тематики. Но дело в том, что у нас в языке нет такого устойчивого оборота, как My Lip Color But Better. Вот как это звучит. То есть у нас нет такого, что мои губы только лучше, у нас нет такого обозначения цвета. Я начала думать, как бы мне это назвать, и вот вчера мне пришла в голову отличная мысль. Дело в том, что сегодня у меня были съемки, и я была на фотосессии, и мне нужно было накрасить всю женскую часть одной компании. То есть это было там, не знаю, не помню, девушек там 10-12. И вчера, соответственно, я собирала косметичку для всего этого. Я начала думать, какие мне нужны помады. И в итоге я взяла несколько помад, которые, как мне казалось, абсолютно универсальные, и точно могли бы подойти всем. И вот я поняла, что это именно оно, что мне это видео нужно назвать универсальные естественные помады. Потому что это те цвета, которые, как мне кажется, подойдут всем. Есть, например, там розовые, есть бежевые, нюдовые цвета, персиковые. Но у них есть какие-то оттенки и подтоны, или есть там какие-то светлые, темные более. И из-за этого они подходят самому разному типажу людей. Там какие-то подходят тем, у кого теплый цвет кожи, холодный цвет кожи, кто помоложе, кто постарше, блондинки, брюнетки, там, не знаю, рыжие, смуглые, светленькие. У всех все очень индивидуально. Но мне кажется, что я нашла 10 разных цветов, которые точно будут универсально смотреться хорошо на любом цвете кожи, с любыми волосами и так далее. То есть мне кажется, что это вот самые такие универсальные цвета, которые точно всем будут идти. Итак, первая помада и для вас это не сюрприз. Это Essence оттенка All About Cupcake. И он выглядит отвратительно. Он пару месяцев назад был у меня в М, но потом я подумала, что я сниму вот это видео. И он с тех пор у меня лежал и ждал своего звездного часа. Итак. Вот как он выглядит. Мне кажется, это самый универсальный цвет. Он такой бежево-розовый. Он очень блестящий. И в один слой он полупрозрачный. И смотрите, он в принципе смотрится очень естественно. Несмотря на то, что у него определенно есть цвет, он тем не менее смотрится, мне кажется, абсолютно универсально. То есть я этим цветом красила очень разные типажи девушек. И на всех он смотрелся универсально хорошо. То есть мне кажется, это вот, я не знаю, из всех помад, которые я вам сейчас буду показывать, это самая-самая универсальная с точки зрения цвета. Сама помада, к сожалению, не очень устойчивая. Поэтому я не уверена, что буду покупать ее дальше. Но сам цвет, вот ради цвета я готова ее купить. Потому что он просто, просто, не знаю, универсальный. Так что да, это наш номер один. Следующий цвет, и про него вы тоже уже неоднократно слышали, это помада L'Etoile из коллекции Rouge Desire, оттенка 301 Envy. И она выглядит вот так. И это еще один очень нейтральный розовый. Вот как он выглядит. Несмотря на то, что в этой розовой помаде, как мне кажется, довольно много персикового пигмента, тем не менее, он смотрится настолько нейтрально на губах, что даже на холодных тонах кожи он точно смотрится очень хорошо, очень естественно и уместно. То есть он не делает холодный тон кожи каким-то нездоровым, как иногда бывает с помадами, у которых есть персиковый потон. И здесь этого не происходит. Цвет очень естественный. Опять же, она поначалу полупрозрачная. Вам нужно нанести слой-2, чтобы он дал цвет. Ну вот сейчас она у меня в один слой, и в принципе, мне кажется, отличная пигментация. То есть вы можете сделать ее более насыщенной, можете оставить вот так. Она сама по себе очень увлажняющая, и она тоже не очень стойкая, но тем не менее, ну, часто она точно продержится. И она отлично увлажняет губы, и всем остальным она мне очень нравится. Так что это наш номер 2. Следующая помада. Это Dior из коллекции Dior Edict оттенка 561 Baby Rose. И это еще один персиковый розовый. Однако эта помада совсем полупрозрачная. Она смотрится естественно, и опять же, она смотрится уместно на любом тоне кожи. На более светлой кожи, на более темной, на теплой, холодной. Это просто универсальный, очень идущий абсолютно всем цвет. Так что, да. Еще один прекрасный цвет. В ней есть немножко блесток, и возможно, вы думаете, что... Но в губах нет блесток. Какой же это естественный цвет? Тем не менее, на самом деле, на губах они не очень заметны. Вы их видите в тюбике, но на губах они смотрятся абсолютно незаметно. Поэтому эта помада очень-очень естественная, и опять же, я ее очень советую. Следующая помада. Это Maybelline коллекции Color Whispers. Оттенка 130 Pink Possibilities. Вы на эту помаду уже тоже успели налюбоваться. Этот цвет тоже розовый, но более персиковый. И тем не менее, он тоже смотрится очень естественно, сочно и натурально. Он полупрозрачный. Сейчас он у меня в один слой. И моя камера показывает его немного более насыщенным. То есть, в жизни этот цвет смотрится просто очень-очень естественно. Есть немного такого влажного блестка на губах, как у всех предыдущих помад. И в целом смотрится очень здорово. То есть, основное слово, которым я могу охарактеризовать все эти помады, это здоровый цвет. То есть, любой цвет лица, любой оттенок будет смотреться с этой помадой очень здорово. То есть, это та помада, которая лежит у меня на кухне. На случай, если утром мне некогда краситься, муж скоро уходит, и мне нет смысла краситься, но просто хочется как-то, не знаю, придать хоть немного цвета лицу. Вот я наношу эту помаду, и она тут же делает лицо более здоровым, проснувшимся. Насколько, конечно, помада может делать все эти волшебные вещи. В общем, очень естественный цвет. Так что, это наш номер четыре. И если вы думаете, что, но все эти помады просто розовые с персиковым цветом, наверное, все они совершенно одинаковые. Нет, во-первых, они все дают немного разные оттенки. Во-вторых, я просто хочу вам дать много разных опций, чтобы вы могли пойти в магазин и выбрать что-то. А в-третьих, сейчас у нас будут другие цвета. И первый это MAC оттенка Cream Cup. И вы видите, насколько горячо любимая эта помада. Это такой розоватый нюд. Эта помада более плотная. Она довольно светлая. Но, тем не менее, она смотрится очень естественно. На более темной коже она подчеркивает загар. На более светлой коже она смотрится более розовой. То есть, она очень интересно играет в зависимости от того, какая у вас кожа. И, например, на более теплом тоне кожи она смотрится такой более персиковый и нюдовый. На более холодном более розовый. То есть, она как-то очень интересна. Такое ощущение, что подстраивается под цвет кожи. Я понимаю, что помада не может подстраиваться под цвет кожи. Но, тем не менее, она, мне кажется, смотрится очень выигрышно на абсолютно любой коже. Но, плюс, для светлой помады она очень устойчивая. Цена держится часа два на губах точно. Так что, это наш номер пять. И, да, это, наверное, моя самая любимая помада MAC. Потому что это настолько универсальный цвет, что у меня просто нет для него никаких альтернатив. Так что, это наш твердый номер пять. Номер шесть. Это Rimmel из коллекции Lasting Finish. Long Lasting. Нет, Lasting Finish. Оттенок 07 летит Airy Fairy. Вот этот цвет. И я бы назвала этот цвет как идеальный нюд. Как видите, у нас не только розовая помада здесь. Эта помада, мне кажется, это нюд, который подойдет абсолютно всем. Я знаю, что у многих людей бывают проблемы с тем, чтобы найти подходящую светлую помаду, вот именно такую нюдовую, бежевую. Потому что очень многие тут же вымывают ваш цвет кожи. Я знаю эту проблему. То есть, если неправильно подобрать с точки зрения тона, то есть, если у вас теплый тон, а вы взяли холодную, там, с розоватым оттенком, то это кошмар. Если у вас холодный тон, как у меня, и вы взяли, там, с желтым пигментом светлую помаду, они даже не всегда заметны в тюбике. Потом вы наносите на губы и понимаете, что это просто конец. То есть, цвет лица становится тут же нездоровым моментально, и вы ничего с ним не можете сделать. Эта помада абсолютно нейтральная. Смотрите на нее. В ней есть совсем чуть-чуть-чуть-чуть розового пигмента, но он смотрится абсолютно естественно и нейтрально. То есть, эта помада... Не знаю, она максимально нейтральная, естественная. И если, например, вы не любите розовые помады, то вот это как раз для вас. Вот она. И плюс, да, она довольно устойчивая. То есть, опять же, часа два она вполне продержится. Так что... У меня есть обзор на всю эту коллекцию Lawn Lasting от Rimmel. Можете посмотреть мне на канале, если вам интересно. Там все цвета очень симпатичные. Но этот, безусловно, мой любимый. Так что, это наш номер шесть. Кстати, эти номера не значат, что я люблю какую-то помаду больше, чем другую. Просто мне кажется, что нужно давать им какой-то хронологический порядок. Не знаю, в общем, это номер шесть. И еще один нюд, номер семь. Это Avon из коллекции вот этих вот маленьких помадок. Котлет. Оттенок Perfect Peach. И это никакой, на самом деле, не пич. Это такая бронзовая помада. Это более темный нюд. Подобрать подходящий бронзовый цвет с точки зрения помады очень сложно. Потому что какие-то слишком темные, какие-то слишком рыжие, какие-то слишком перламутровые. Это, на мой взгляд, золотая середина. Это цвет, который, с одной стороны, не слишком светлый. То есть, если вы не любите слишком светлые помады, то это ваш выбор. С другой стороны, он чуть-чуть перламутровый, но именно чуть-чуть. И он бронзовый вот как бы в меру. То есть, не слишком. Поэтому мне кажется, что он тоже подойдет абсолютно всем. И, как и все эти помады, я наносила эту помаду и на девушек со светлой кожей, и с более темной кожей. И на всех он смотрелся очень уместно, естественно и здорово. Так что, вот наш номер семь. Эта помада относительно устойчивая. Ну, то есть, где-то час она на губах держится. И, да. Номер восемь. Это блеск для губ. Потому что, если вы хотите какой-то максимально естественный цвет помады, то проще всего взять блеск. Просто потому что он менее пигментированный, чем помада, и с ним намного проще работать. Это у нас H&M, и так как все с этикетки стерлось, мне кажется, что он назывался Rose Beige или Rosy Beige. В общем, он розовато-бежевый, собственно. Вот он. Это, если вы не любите помады или боитесь, в принципе, каких-то там насыщенных плотных цветов, то этот блеск специально для вас. Потому что он точно полупрозрачный. То есть, он придает бежево-розоватый оттенок губам, такой, скорее, более светлый. Но в то же время он смотрится абсолютно естественно, полупрозрачно. И тоже он подходит абсолютно всем тонам, цветам кожи, к любому макияжу, к чему угодно. Он не очень липкий, в отличие от многих блесков, что большой плюс. И, ну, почти час он держится. Так что для блеска он вполне ничего. В нем, опять же, есть блестки, но на губах их не видно. Ну, видно, если из серии вы стоите примерно вот на таком расстоянии от человека, тогда он заметит блестки. В противоположном случае нет. Просто приятное мерцание губ. Так что это наш номер 8. Номер 9. Это, наверное, удивление для всех вас. Потому что, если вы смотрели мой first impression вот на этот блеск, то вы знаете, что он мне не понравился. Но то, почему он мне не понравился, делает его абсолютно идеальным кандидатом на универсальный цвет губ. Дело в том, что он очень нейтрального цвета. Очень. То есть он вот такой бежевато, немножко золотисто-сливовый. И на губах он смотрится очень естественно. Не знаю, немножко никогда не казался особенно, я не знаю, интересным. Но, тем не менее, это именно тот цвет губ, про который мы говорим. Мой цвет губ только немножко чуть-чуть другой. То есть он придает мерцание. Он, на самом деле, придает довольно неплохой оттенок. Но, возможно, на губах другого цвета это будет более заметно. В целом тоже очень нейтральный, очень естественный цвет. И тоже, я думаю, что он подойдет абсолютно всем. И он немного более липкий, но в то же время он довольно устойчивый для блеска, для губ уж тем более. Так что это наш номер 9. Если хотите блеск для губ с немного большим покрытием, чем H&M, то попробуйте. Правда, блески у Benefit не очень дешевые, но... Но, возможно, вам стоит попробовать. И, наконец, номер 10. Это небольшое читерство, но мне понравилась эта идея у Эмили Нойл. И я поняла, что я на самом деле делаю то же самое. Когда мне нужно максимально естественность для губ, но чуть-чуть-чуть там вот какого-то оттенка, я беру бальзам для губ не вея клубника. Потому что, воу, он красный. Но на губах он придаёт еле заметный оттенок. Вот, вы заметили? Появилось, во-первых, здоровое сияние и мерцание. Во-вторых, еле заметный такой персиковый красный оттенок. То есть, вот это на самом деле... Чуть не уронила. То есть, это на самом деле мои губы только лучше. Немного более сочные и яркие, но в то же время нет ощущения, что они чем бы то ни было накрашены. Плюс это всё-таки бальзам для губ. То есть, это ещё и полезно. Так что, двойная польза. И он мне очень нравится. Он очень быстро впитывается. Вам нужно постоянно его носить, 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 носить. Но он делает губы очень мягкими и приятными. То есть, вы получаете и сияние, и небольшой цвет, ещё и увлажнение. Мне кажется, что это очень удачно. Так что, это наш номер 10, который я точно могу рекомендовать абсолютно всем. Плюс я знаю, что иногда там в школах, в офисах бывают очень строгие ограничения с точки зрения макияжа, что вообще нельзя им пользоваться. Но вот эту крошку, я думаю, никто не заметит. Поэтому она точно всем-всем-всем подойдёт. И это мои 10 помад абсолютно естественных и подходящих всем-всем-всем цветов. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть помады этих цветов, то пишите мне в комментариях. Если у вас есть другие помады, которые вы считаете абсолютно универсальными в плане цветов и оттенков, то тоже пишите в комментариях. Мне будет интересно расширить свою коллекцию. И спасибо вам большое за просмотр. Пока! Пока!